Беспрецедентные меры поддержки будут со стороны правительства Российской Федерации, в том числе связанные с реструктуризацией долговых обязательств Иркутской области. В первую очередь, конечно, мы заинтересованы те расходные обязательства, которые понесли в рамках ликвидации федеральной ЧАЭС. Более 10 миллиардов мы потеряли незапланированных расходных обязательств бюджета области. Поэтому будем предлагать, чтобы вот именно эту задолженность нам реструктуризировали до 29-го года. Ну и самое главное для меня, это очень важно, инфраструктурные проекты, индивидуальное жилищное строительство, дорожные составляющие и авиадоступность северных территорий. Очень порадовало внимание президента к вопросам экологии. Напрямую было упомянуто Уссулия-Сибирская. И президент сказал об ответственности предприятий за загрязнение окружающей среды. И это будет закреплено законодательно. Единая Россия участвовала в подготовке послания. Мы предлагали конкретные предложения, в том числе в вопросах социальной политики, основанные на запросах людей. И сейчас рассматриваем послание президента как руководство к деятельности партии. Послание президента это не просто разовое какое-то такое мероприятие. Это целая стратегия в нашей стране, которая реализуется на протяжении уже нескольких лет. Безусловно, ситуация с пандемией внесла свои коррективы. Но при этом очень многие обнажились вопросы, проблемы на федеральном уровне, в том числе в отношении здравоохранения. Тесно перекликается с ситуацией в здравоохранении и вопросы кадровой политики. Именно поэтому президент сказал о том, что будет увеличено количество бюджетных мест в ВУЗах. Это тоже очень важная такая задача для страны. 75 тысяч дополнительных мест появится. И большая часть, 70% это будут именно бюджетные места для студентов, которые учатся в наших регионах. Важно прозвучали темы многодетных семей, поддержки многодетных семей, поддержки материнства и детства в целом, адресности, помощи. Потому что, безусловно, на сегодняшний момент, когда речь идет о том, что необходимо собирать огромное количество бумаг для того, чтобы получить поддержку от государства, это неправильно. Президент четко сказал, что должна работать служба одного окна. И человек, который рассчитывает на поддержку от государства, он должен один раз обратиться и потом уже получить эту помощь. И не стоять в очередях и максимально исключить все бюрокритические нюансы. Приятно было услышать о том, что программа «Материнский капитал» продолжает работу. Индексация на сегодняшний день более 640 тысяч рублей материнского капитала. Это мы все знали и раньше, но с этого года в послании президент озвучил, что эта норма будет распространяться на первого ребенка. Я считаю, что это кардинальная, очень важная мера для поддержки демографической ситуации в нашей стране. И как сказал президент, сбережение российского народа является главным приоритетом вообще всей нашей политики. Затем перешли к проблемам продуктов питания, которые по отдельным видам продуктов уже выросли цены. Это, конечно, не совсем радует нас, потому что в условиях пандемии население не так потеряло доходы. Тут еще рост цен на продукты питания. Ну, те мер, которые были привиты, что касается массы и сахара, они, конечно, и сыграли свою роль, но в целом, я должен сказать, что все равно отмечаем цен на эти продукты питания. Я думаю, что на самом деле необходимо уже в долговременной перспективе рассматривать возможности потребления этих продуктов, возможности производства этих продуктов и определять примерно ценовую динамику. Потому что в случае, если чего-то не хватает, чего-то, то должны, конечно, наполнять рынок продукциями, теми, по которым есть рост цен непосредственно. И здесь, я думаю, что должны работать и министерства сельского хозяйства, и министерства промышленности торговли, и заранее уже определять примерно тенденции развития рынка продукции питания. Ну, и, конечно, очень отрадно, что те меры, которые вводятся, как предполагается, уже с 1 июля, это поддержка наших школьников, то есть семья, вне зависимости от ее дохода, на каждого школьника получает при подготовке к новому учебному году по 10 тысяч рублей. Мы такую форму ввели у себя несколько лет назад, но это семьи, конечно, с низким доходом, безусловно, у нас вот этот критерий, он работал по 3 тысячи рублей, но получили очень хорошую отдачу от семей, потому что вот 3 тысячи плюс еще через раз в два года мы выплачиваем также средства на приобретение спортивной формы или школьной формы. Это очень серьезное подспорье для семей с низким доходом. Но есть и семьи со средним доходом, которые не подпадают ни на какую категорию, но собрать ребенка в школу, чем не менее, это очень накладное занятие. И, конечно, вот та поддержка, особенно для многодетных семей, где 5, 6 и более детей, ну, это, конечно, очень значительная мера поддержки. Президент сказал о том, что планирует через правительство насыщить диагностическими комплексами первичное звено, мобильными, да, да, именно. Речь об автомобилях, каретах скорой помощи тоже шла, ну, это поставка в регион планируется, такие сведения у нас есть, ну, и увеличение темпов и охвата диспансеризации. Собственно, ее разрешили проводить и начали мы ее проводить в марте в нашем регионе. Ну, будем наращивать темпы активно. Это поддержка бизнеса. Я услышала самое главное. От нас ждут предложений вместе с федеральными властями о том, как мы сегодня видим и как мы готовы поддерживать наших предпринимателей. И президент анонсировал очень большой и широкий такой спектр мер поддержки, начиная от ряда преференций, кредитных ресурсов и проговаривая вопрос о особой роли вообще бизнеса на территории Российской Федерации. Вот талант предпринимателя, как сказал президент Российской Федерации, это талант созидания.